Привет, это 46-й эпизод скринкастов «Научись программировать на Ruby». Сегодня мы продолжаем разговор об RSpec и поговорим о вложенных describe-ах и так называемых pending-тестах. Посмотрим на наш тест для класса карт. Сейчас у нас тут есть только один тест в 10-й строке, который проверяет, что товары добавляются в корзину. Теперь предположим, что мы, следуя идеологии ТДД, хотим написать еще несколько тестов, для которых пока нет кода в нашей корзине. И чтобы это сделать, мы вызовем метод eat и дальше передадим ему описание теста. Теперь давайте подумаем, что должна уметь делать наша корзина, кроме того, чтобы добавлять туда товар. Очевидно, что корзина должна удалять товары из себя. И теперь, вместо того, чтобы писать тело теста внутри блока do and, я просто оставлю этот метод вот в таком виде, без блока. И сразу перейду к описанию следующего теста. В следующем тесте мы проверим, что наша корзина умеет считать количество товаров, которые были в нее добавлены. Таким образом, мы можем написать counts items in itself. Кроме того, было бы неплохо, чтобы корзина умела оформлять заказ со всеми теми товарами, которые в нее уже добавлены. Ну и логично предположить, что после того, как заказ оформлен, корзина должна очищать сама себя от всех тех товаров, которые были оформлены в заказ. Итак, сейчас у нас есть четыре теста, но они на самом деле пустые. У нас есть только описание для этих тестов, и вот такие тесты называются pending. Это означает, что... А вот давайте посмотрим, что это означает. Попробуем запустить эти тесты. И сейчас мы увидим, что RSpec нам вывел результат выполнения файла cardspec.rb. У нас пять examples, то есть пять тестов внутри нашего файла. Ноль ошибок при выполнении этих тестов. И четыре pending теста, то есть теста, которые ожидают реализации. Сейчас у нас для этих тестов не написан код. Теперь мы, чтобы написать код, естественно, можем добавить каждому тесту блок. И давайте вот пока оставим этот блок пустой. Давайте посмотрим на результат запуска файла. Теперь у нас три pending теста. А все потому, что к вот этому тесту мы добавили блок doEnd. И таким образом этот тест считается уже реализованным, несмотря на то, что у нас в нем нет пока никакого кода. Ну и, естественно, есть еще один способ, как мы можем сделать тест pending. Помимо того, что мы можем не указывать, не передавать методу it block, мы еще можем внутри блока, переданного тесту, вызвать метод pending. И тогда у нас все встанет на свои места, и снова будет четыре pending теста при запуске файла cardspec.rb. Зачем это нужно? Это бывает удобно, когда вы пытаетесь уяснить для себя, что должен уметь делать ваш класс, и пытаетесь просто обычным, ну в данном случае английским языком, описать поведение своего класса без какого-либо программирования. А дальше постепенно мы начинаем писать код внутри каждого блока для каждого теста. И затем, после того, как мы написали тестовый код, следуя идеологии ТДД, мы переходим в класс карт и начинаем писать реальный код, который реализует этот тест. Который делает так, чтобы этот тест не зафейлился, а успешно прошел. Ну и, наконец, еще одна вещь, которую я хотел вам показать в сегодняшнем эпизоде, это так называемые вложенные describe. Вот здесь мы вызываем метод describe, который описывает целиком класс карт. Часто так бывает, что какие-то фичи внутри класса, в общем-то, было бы неплохо выделить в отдельную категорию. Ну, например, можно было бы нам создать вложенный describe, который бы описывал все методы, который бы тестировал все методы, относящиеся к управлению товарами. В данном случае это будет метод добавляющей товара и метод удаляющей товара. Поэтому мы можем написать вот так, поставить, добавить к методу describe блок и внутрь этого блока переместить все те тесты, которые нас интересуют. Ну и, естественно, нужно выровнять это, чтобы все это выглядело читабельно. Так, теперь у нас есть вложенный describe. И обратите внимание, что этот describe мы можем очень просто запустить, указав строку, в которую он начинается. Тогда у нас выполнятся только те тесты, которые вложены вот в этот блок describe. Давайте посмотрим, что произойдет. Итак, видно, что у нас теперь two examples, то есть два теста, потому что внутри этого describe есть ровно два теста. zero failures, потому что ни один тест не зафейлился, и один pending test, что, собственно, соответствует действительности. У нас, правда, в 20-й строке один pending test, для которого пока нет тестирующего кода. Кстати говоря, таким образом можно запускать отдельные тесты, не только вложенные describe, а вообще отдельные тесты. Например, если мы здесь укажем 12-ю строку, у нас запустится только один тест, который вот здесь есть в 12-й строке. И таким образом у нас будет один example и ноль failures. Итак, сегодня мы поговорили о вложенных describe, а также о том, что такое pending test и как их использовать для описания пока еще не существующих функций в наших классах. На сегодня у меня все.